Прошла к сестре, чуть-чуть перемываю потихоньку. Мой муж поставил свет здесь. Ну, я сегодня показывала. Вообще такая прелесть стала. Свет здесь поставил. Мы вот это тоже закрасили сегодня. Не я закрасила, а мой муж закрасил. Вот так. Посуду тоже перемываем. Окна я помыла сегодня здесь. Посуду перемыла. Это перемыл стиралку мы уже попробовали. Сюда мы поставим сушилку. Вот я сегодня сушила вещи. И на самом деле хорошая вещь. Как жалко, что я не могу. Все такое сухенькое. Но завтра надо еще поставить чуть-чуть. Сейчас я вытащу ее. Сейчас я вытащу. Посмотрим. Короче, вот так. Потом все сложу. Сейчас я вытащу это все. Потихоньку мы уже вещи все растаскиваем. Краски, мраски. Уже потихоньку все убираем. Все убираем по своим местам. Мы хотим поставить уже все. Этот кафель то, что у нас остался. От кухни. И в ванной хотим. Кухонала, 40, 40, армина и китера. Хотим на кухню. Хочу здесь кафель тоже поменять. Здесь я уберу этот кафель. Мебель это пока поставила. Но пока вот так, короче. Все потихоньку, девчонки. Все потихоньку, мои золотые. Все потихоньку. Потихоньку. И Москва строилась. И все потихонечку, девочки. Эту мебель мы перемыли. Сегодня эту мебель мы перемыли. Тумбочки мы помоем завтра. Эти чуть-чуть надо протереть. И все. Это под телевизорник. Тоже мы его помоем. Поставим туда в зал. Потом здесь порядок надо сделать. И такой глубокий, глубокий шифонер. У моей сестры. Короче, вот так все потихоньку, девчонки. Потихоньку все доделываем. Понимаете? Потому что сразу все не получается. Завтра тоже с утра приду. Завтра тоже с утра приду. Вот сейчас они... Сейчас мы пойдем мусор выкидывать. То, что нам нужно выкинуть, выкинем. Вот так, короче, девочки. О, вот это, друзья, я ехала в Букану. Это пара-помни-калинты. Когда саказ-диорну, я кисель, пара-нуки-марай-симина. Это все. Все, это дохараки. Кунаки. Это дохараки. Эту полку... Это железка, Кайтаночка. Я вчера искала ее. Эту железку я вчера искала. Эту полку мы поставили. Уже здесь все поставили, короче, вот так. Ну, потихонечку, девочки, потихонечку. Ну, мы доведем до ума. Самое главное, мы же здесь и не живем сейчас. Самое главное... Аккуратно, спасибо. Ай, идем. Да, Банус. Кохала-кассадура. Халат этот здесь оставлю. А? Нету маску. Сейчас, сейчас я тебе дам маску. В машине есть. Так, куртку возьму. Я, Коха, даду кассадура. Вот, идем. А? Все, на вас урок кохалю, Ваня. Ага. Си, си. Иди, Бача. Маэстро на втором этаже живет. Так что... Вот. Маска. Ага. Сейчас возьмем. Да? Идем. Смотрите, какая красота. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, держи, Аданечка, курточку. Я возьму мусорку. Аккуратно с курткой, Аданечка. И вот так каждый день, девчонки, проходим. Там помоем чуть-чуть. Мусор выкинем. Смотри, чтобы на пол куртка не держалась. Выше, по куртку выше возьми. Эта дверь весит 150 килограмм. Посмотрите, какой дождь. Вот здесь остойка, Аданка. Вот здесь остой, чтобы ты не намочилась. Вот здесь остой. Посмотрите, какой дождь, девочки, у нас. Вот так уже несколько дней. Подожди, вон там. Вот здесь рядом мусор. Сразу выкину. У нас после семи можно мусор выкидывать. Раньше нельзя. Даже 12 часов мусор собирают. И вот так. Вот так. Выкинули мусор. А где? А где мой муж? Наверное, в машине. Мама, Саркочи. Давай. Бегом, бегом, та машина. Бегом туда. Мама, мы идем за фруктами. Хочу фрукты купить. Там чуть-чуть осталось. Что-то в этот раз я на яблоки села. Ой. Подожди, сыночка. Пора трудована. Ой. Ай, моя золотая. Сейчас, сейчас, сейчас. Стой меня, поняли, да? Не подожди меня, а стой меня. Стой меня, девочки, стучи. Ой. Холодно тебе, доча? Хочешь в варежке? Нет, она у меня такая мерзачка. Вот едем за фруктами, девчонки. Здравствуйте, мои любимые. Здравствуйте, мои хорошие. Не знаю, как начать обратно. Заведенное я, как не знаю, что. Заведенное, как не знаю, что. Вот только из квартиры от сына пришла. Вот, купила я ему тапочки. Хотя я ему 150 тапочек купила. Они у него дома там. Вот, купила я ему тапочки. На завтра. Купила посуду мыть там. Чтобы он посуду мыл. Купила салфетки, вот таких 5 штук. Они по 2 евро. 5 штук вот таких салфеток. Ну, чайные, да? И купила я этот, этот резать. И все. И купила для себя вот эту вещь. Еду в машине. Только из дома выехали. Отвезли Адамчика домой. Еду в машине. И говорю моей дочке. Бензин надо залить в машину. Бензин надо залить в машину. Мы выходим с мужем. Он там бензин заливает. Я, я, этот, бензин заправку зашла. Она там шоколадку захотела. Вот, она даже ее не доела. Шоколадку захотела. Я зашла шоколадку купать. И мне, говорит, она говорит. Адам звонил. Я говорю, что случилось? Привет. Здравствуйте, говорит, вам. Привет. А, я перевожу. Как всегда, говорит. Как всегда, говорит. На наших плечах все. На два дома, говорит, на нас, говорит. Как всегда. Уже, говорит, вот до суды, говорит. Звонит мальчик. С щедрым поругался. Из дома ушел. Перезваниваю. Мне какая-то она это говорит. Я думал, что случилось? Угадайте. Угадайте, что случилось. Ни за что не угадайте. Вот как ему не стыдно, а, девчонки. Мне вообще, я не знаю. Короче, я так устала от этого всего, девочки. Как я устала от всего этого. Я же говорю, это мой крест. Или это что? Или это издевательство надо мной. Или это вообще как называется? Прошел мальчик с квартиры. Помогал нам там. Прошел с квартиры. И он говорит. Что, пришел? Да. Ты знаешь, говорит. Фактура, говорит, за свет пришла. И мой племянник говорит, да. 10 евро, говорит, пришел. 10 евро, девочки, пришла фактура. Что, говорит, вы там такое делаете, что на 10 евро, говорит, вы, говорит, за свет потратили. Бессовестные девочки. И мой племянник говорит, не знаю. Ну, там, кафель даже дядя ехал резать. Только сегодня я стиралку поставила. И вчера только я вот это подогрела на электричество. До сих пор нет. Только вот лампочки девочки были. И все. И он говорит, хочу, чтобы ты знал, что я за свет платить не собираюсь. И, конечно, мой племянник сказал, отец, мне же неудобно сейчас это тоже тете сказать, чтобы за свет тоже она платила. И он сказал, удобно, неудобно, ты знаешь, что я за свет платить не буду. Я иду свет резать. Как вам это? Я только вот недавно, 180 евро, не помню, сколько я заплатила. Уже не помню, девочки, у меня на счет цифры. Я уже вам говорила. У меня вот это бывает. Девочки, конечно, у меня как вот это все поднялось. И говорю, подожди. Мой муж в машину заходит. Я говорю, я сейчас перезвоню. И мужу говорю это. Мой муж как начал пару любить. Я говорю, что делать, Эстима? Я говорю, Адам, возвращайся обратно домой. В такой дождь, девочки, в такой ливень ребенок вышел на улицу. Возвращайся обратно домой, говорю. Скажи своему отцу, что я сама за этот свет заплачу. 10 евро, девочки, за три недели вышло. Что, говорит, вы там такое делаете, девочки? Что я там такое сделала? Мы там вообще, у нас только лампочка, у нас же ничего не было. У нас ни кухня не стояло, ничего. Мы же даже микроволновку не ставили, девчонки. Я только два раза там от чая выпила, девочки. Короче, одевать я его должна, обувать я его должна. На расход я ему должна дать. Еще теперь за свет надо мне платить. Скоро он скажет, за коммунальные услуги тоже ты плати. Понимаете? Он хочет, чтобы... Я сейчас за все платила ем. Поняли, да? И в конце концов, вот увидите, девчонки, ипотеку тоже не будет хотеть платить. Мне просто перед мужем чуть-чуть неудобно, знаете, что вот так. Ни разу не пришел, не помочь, не спросить, девчонки, сколько вам кафель обошелся? О, сколько стиралка обошелся? А что вам еще нужно? А что вы еще будете покупать? А да, холодильник был сгоревший на самом деле. А холодильник будете покупать, да? Ничего ему не нужно, девочки. Ничего ему не нужно. Он же прекрасный, что его сын не работает. Ничего. Ничего не делает его сын. Если там вот это все делать, это... Это из-за моей сестренки я все делаю. Из-за моей любимой сестренки. Ради ее детей. Из-за моей сестренки это все делается. Не ради него ничего. не знаю девочки вот с ним поругаться пойти высказаться ему все пойти да а потому же на мальчика будет это отражаться а промолчать опять промолчать да девочки опять ничего не сказать промолчать опять мне это все сожрать даже девочки не знаю девочки не знаю мои золотые что мне делать как мне сейчас поступить пойти наорать накричать на него до трусов до носков все я покупаю ему девочки и это было всегда это не сейчас сегодня мы прямо нехорошо сказал как ты как-то балуешь играть ой а тут у нас не раз баллы он так повернулся и сказал только тобой тетя больше никем я не был разбалованы хотя он зря говорит маэстро его тоже баловала моя сестра его тоже баловала маэстро в нем души не чаяла я целый день вот эта женщина целый день девчонки да я нахожусь в квартире и пыль убираю и там окна помыла мой муж там закрашивал там стиралку подключал это мальчик полочки мыл там что-то мы стараемся ему что-то делаем да а ему ничего не нужно я знаю для чего он это делает девочки я знаю я знаю я знаю он меня просто хочет вывести чтобы я сказала но не хочешь за свет платить я тоже не буду на свои ключи забирать делать что хочешь вот что он хочет он хочет вот этого девочки хочет меня вывести на эмоции у хочет вот этого понимаешь чтобы потом сказал ну хотя он продать не может там там несовершеннолетняя девочка прописана там час несовершеннолетние девочки моей там маяка и танки этот час есть он сделать ничего не может она тоже наследится я не знаю как мне поступать мальчик весь на нервах вышел без куртки без ничего специально она родилась чтобы мальчик из дома ушел понимаете девочки что пошел на квартиру жить русского ба иди к ней иди к своей тете а я не хочу я не хочу пускай живет с отцом пускать терпит скотерпит я вам сказала почему ты не ответил ему хорошенько обтону не хочу же я против отца тоже ставить не хочу же против отца тоже его ставить потому что девчонки мало ли что завтра он меня подведет и мне потому что он все равно ребенок девочки завтра мне подведет потом сказать это ты виновата ты его слишком слишком его поддерживала а вот не поддержать ребенок тебе 17 лет не звонит поставьте меня на свое место ребенок полгода нету как мать потерял полгода еще не только мать потерял и ребенок тебе звонит и говорит за 10 евро девчонки это получается на ваши деньги 700 рублей за три недели за свет вышел ба ты его уже знаешь начал бурчать начал орать начал кричать девочка передо мной как мышка передо мной как мышка рот не открывает завтра я девочки пойдем как жалко девчонки что не могу записать а вот поставить камеру и сказать а ну давай вот перед теми вот сейчас скажи он же передо мной начинает вот так девчонки можешь мне ему сейчас позвонить а сказать что ты рыпаешься если этот ребенок тебе лишний он мне не лишний что ты рыпаешься я на тебя в суд подам может вот так ему сказать не знаю девочки не знаю потом еще чтобы хуже не было вот не знаю как мне поступать мой муж как я знаю куда он клонит я знаю куда он клонит я знаю прекрасно что хочет он хочет просто чтобы ты все расходы на себя взяла вот что он хочет девочки он сам с отцом живет у отца хороший большой дом он сам с отцом живет он копейку ничего не платит отец его кормит на его пенсию он на пенсию отца он работает что он деньгами делать я не знаю я не знаю хотя я никто чтобы его кошелек лезть я не лезу но пускай мой тоже не лезет у у меня каждый день расходы девчонки я один день сделаю видео куда деньги уходят наталья курбанова я сделаю такое видео короче я я я взрываюсь девочки я на эмоциях девочки я не знаю у меня семейная трагедия девчонки одна за одной девчонки бывает у меня и так у меня и так семейные право это а как это еще назвать семейная проблема потому что он хочу я или не хочу он все равно член моей семьи другой тоже до сих пор еще сегодня какое число по уже конец месяца ни копейку за кайтаночку не заплатил заплачу 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 вот так все короче девчонки вот так все а я должна выкручиваться выворачиваться где деньги найти это все я должна девчонки думать я и мой муж никому дел нету ни до чего девочки все думают да ладно у нее бабки есть кого-то они мне их дали кого-то они мне их дали я свой дом никак закончить не могу очень думаете я вот что еще обои не купила потому что не хочу сейчас ничего тратить в дом мне надо с квартиру сперва закончить мало мало там расходов что ли я сделала если я вот так все запишу обалдеете и это как квартира купилась а то я уже второй раз этот ремонт делаю там первый раз я вообще такой полы все подняли все мы сделали первый раз мы вообще до труп все мы сделали сейчас обратно девчонки потихоньку делаем как я устала от этого всего просто я устала от этого всего но сейчас детей тоже бросить не могу сейчас не могу бросить честь моей сестры из-за из-за моих племянников не могу девочки не могу сказать да провали с пропадом все это не могу вот сегодня вот вчера спала хорошо сегодня обратно вот будут думать на я чуть-чуть по нервничать девчонки у меня же сон уходит и у меня же сон просто пропадает девочки меня адам через мой девчонки пока сейчас он звонил у нас будет скандал опять так говорится семейный скандал часа на мне звонит и мне говорит я не пойду домой я могу почему ты не идешь домой я не хочу его выслушивать я тогда как пойду на квартиру быть будут там агит из того конечно пришел на квартиру ты не пойдешь он такой ладно если мне не пускайте идти на квартиру я найду куда пойти тоже такой тяжелый девочки как я устала я ему говорю адам подожди успокойся 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 почему ты не идешь домой к отцу должен пойти я туда не пойду я его выслушивать не буду у него еще одни ключи есть я сто процентов знаю и потому что меня не обманешь я я говорю мне это не нужно мне не нужно горя о скандале сейчас системы если он тоже начал ему там говорить ты еще маленький чтобы туда-сюда шатался ты домой иди к отцу иди почему ты должен туда-сюда идти ко мне не придет же девочки я же знаю я могу скажу идем ко мне спать он не придет он не придет он он начнет крутить вертеть и не придет сейчас может скажу позвони к нему обратно он будет со мной короче вот так девчонки я скажу давай поговори ты с ним он не хочет им он не хочет девочки у него нету терпения на него девчонки и постоянно я в середине девочки а я в середине я в середине даже не знаю как поступать что мне посоветуете я даже не знаю кто что может посоветовать девочки даже не знаю так все нормально было так в такой гармонии так все хорошо было это я же говорю мне ни один день нету спокойный если два дня спокойно обязательно буря придет обязательно что нужно я же говорю сейчас у меня сможем будет руганина руганина это как будет правильно на русском сказал да сейчас у меня будет короче маленький скандал потому что он будет говорить нет пусть он не прав этот тот тоже не прав короче не знаю девочки не знаю что я продумаю тот тоже тот тоже борзый тогда я у какого-нибудь друга останусь почему ты должен у какого-то друга остаться отцу все равно девочки наверно или как не знаю как когда мальчик домой спать не придет тебе все равно сейчас я позвоню это скажу моему же позвони к этому позвони к щедрому узнай в чем дело в короче вот так я же говорю у меня с этим мальчиком будут проблемы большие потому что он горячий он очень горячий он очень горячий он 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 думает что ему он уже взрослый он же все знает 1 нормально полку помыть не может где ты все знаешь он думает что он самостоятельный если ты самостоятельно оплачивать это сам за свет сам за все ты же самостоятельный он это не понимает короче вот так девочки ладно девчонки все оставлю вас не буду вам мозги тоже делать а